Здравствуйте! Это программа «Акцент дня» в студии Алексей Ильин. Как всегда, в это время мы обсуждаем самые актуальные новости последних суток. И сегодня говорим о зерновой сделке и выгодах России. В Стамбуле прошли переговоры о порядке вывоза украинской пшеницы с подконтрольной высоучастия при Черноморье. В чем суть намеченных договоренностей, узнаем наш гость сегодня, экономист-политолог Иван Лизан. Иван, добрый день! Добрый день! Можно ли говорить, что зерновая сделка – это нормализация отношений России с Западом? Нет, это ни в коем случае не нормализация отношений с Россией и Запада. Это скорее такой урок и шаг по решению конкретного вопроса. Но вот Запад долгое время истерил и возмущался из-за блокировки морского экспорта зерна с Украины. Но вот Россия пошла Западу на уступки в обмен, собственно, на уступки России. Потому что вчера же вечером поступила новость о том, что США выдали генеральную лицензию и разрешили транзакции при закупке у России продовольствия, удобрений и при поставках в Россию медикаментов и различного медицинского оборудования. То есть для России произошел фактический размен. Она со своей стороны гарантировала, что не будет блокировать по морю экспорт зерновых с Украины. США же, в свою очередь, гарантировали, что российское продовольствие вместе с удобрениями без проблем смогут поступать на мировой рынок. Потому что даже несмотря на то, что, например, по части зерновых никаких санкций не было, все равно сделки с зерном были крайне затруднены. Просто из-за того, что тот беспрецедентный вал санкций повлиял на транзакции, на расчеты между сторонами. Деньги перестали доходить, банки стали опасаться выдавать кредитные гарантии покупателя российского зерна. Заодно страховые компании, некоторые отказались страховать сухогрузы с российским зерном. Поэтому оно даже некоторое время подавалось с дисконтом по сравнению с аналогичной пшеницей с Украиной. Но теперь, по факту, эта история несколько нормализовалась. Но отношения между Россией и Западом были крайне скверными. Так они такими остаются. Вы вот сказали о том, что США дает добро на вывоз удобрений и всего остального. Можно ли говорить, что это единственная выгода для нас? Или еще есть какие-то моменты? Ну, это ключевая, пожалуй, выгода. Вторая выгода состоит... Ну, пожалуй, она косвенная и рассчитана на перспективу. Дело в том, что в связи с крайне усложненной логистикой по части вывоза зерна с Украины, там на рынке правит бал-перекупщик. Соответственно, рухнули закупочные цены на пшеницу примерно в три раза. Если март-апрель пшеницу в моей родной детской области покупали у производителя по 7,5 гривен за тонну, то от июня 2,5 гривны за килограмм. Соответственно, закупочная цена упала в три раза. Выросли издержки на транспортировку этого зерна. И, пожалуй, производители зерна стали нести серьезные убытки. Даже несмотря на то, что у них все плохо с закупкой горючих смазочных материалов. Удобрения подорожали. Поэтому сейчас при условии разблокировки экспорта через порты, а их пропускная способность больше, чем у железнодорожного автомобильного транспорта, можно надеяться на то, что вырастет закупочная цена на зерно у непосредственно его производителей. Соответственно, у фермеров будет больше оборотных средств, и им будет легче избежать банкротства в текущих условиях. Там крайне сложные условия для хозяйствования. Соответственно, если исходить из того, что целью второго этапа спецоперации обозначен выход вплоть до границ Приднестровья, то есть взятие под контроль Николаевской и Одесской области, то все-таки есть надежда на то, что России нужно будет потратить меньше денег для наказания, поддержки фермерам. Соответственно, чем лучше у них финансовое положение, тем меньше мы будем тратить денег. Но есть обратная сторона у всей этой истории. Дело в том, что украинский урожай по прошлому году был рекордным. И опять же рекордные темпы объема вывоза продовольствия по сравнению с прошлым маркетинговым годом было вывезено на 4 миллиона тонн зерна больше. 48,7 миллионов тонн. А урожай на следующий год, наоборот, в два раза хуже будет. И это с учетом того, что Украина потеряла примерно треть посевных площадей. Это означает, что снизятся возможности по экспорту зерна, но никуда не денутся аппетиты украинских латифундистов. Ну, цены-то поднимутся? Цены на зерно сейчас уже упали. Если вы говорите прогнозы на следующий год, что будет меньше урожая, то я так понимаю, что, исходя из законов экономики, цены должны пойти вверх? На украинском внутреннем рынке, возможно, да. А мировой рынок живет по своим законам. И Украина, да, она входит в топ-5 мировых экспортеров зерна, но есть и другие страны. Соответственно, если у Украины урожай будет меньше, то в России он, например, будет рекордным. Прогнозируют 90 миллионов тонн только по пшенице, и 138 миллионов тонн по всем зерновым. И экспортный потенциал у нас 50-55 миллионов тонн. Поэтому украинский рынок нужно в данном случае рассматривать отдельно, а мировой рынок отдельно. Плюс зерно растеряло тот потенциал роста, который был у него с начала специальной военной операции, когда биржевые котировки взлетели вверх, и все на панике думали, а удастся ли вывезти с Украины 20 миллионов тонн зерна, которых там на самом деле нет. Сейчас цены, наоборот, снизились. Ну, если исходить из пика, то примерно на 100 долларов. Да, они по-прежнему больше, чем в прошлые годы, но это не то. А вот скажите, пожалуйста, какая схема транспортировки была предложена на переговоры? Ну, три порта. Одесса, Ильичевский, Южный, зерно туда. Оттуда сухогрузами. Ну, и при посредничестве Турции она выступала. Турция и ООН выступали гарантом того, что эти сухогрузы не завезут на Украину оружие. Это ключевое опасение России. Насчет остального, пока все в тумане. И даже непонятно, ну, во-первых, непонятно, заработает ли эта сделка, с какого именно числа, какие будут объемы, это все опубличено не было. Пока вот, как бы, ну, общая схема. Ну, схема, на самом деле, как схема, для России было бы идеальным вариантом, если бы это зерно вывозилось через условный Бердянский Мариуполь. В таком бы случае портовики Бердянской Мариуполи зарабатывали бы. Но Киев бы на это никогда не согласился. К Киеву, в принципе, в этой схеме пришлось даже на уступки пойти, потому что они изначально не планировали снимать со своей стороны запрет на экспорт. Они исходили из того, что Запад уже должен поставить им противокорабельные ракеты, которыми они потопят все наши корабли, и после этого будут творить на Черном море всего, чего захотят. Ну, возобновал все-таки реалистичный подход, и при посредничестве Турции удалось прийти к компромиссу. Не сказать бы, что все стороны от него будут в восторге, но, пожалуй, что есть, то есть. А если вдруг сделка сорвется, что грозит Украине и Западу? Да, Западу, в принципе, ничего особенного не грозит. Даже тот же Европейский Союз, он пшеницей, например, вполне обеспечен. Помасличен там куда большая зависимость. Но с учетом того, что Украина потеряла ряд маслоэкстракционных заводов и львиную долю пассивных площадей под подсолнечник, они просто теперь под нашим контролем, то в Евросоюз начали возить просто уже семечку, а не уже выжатое масло в емкостях. Соответственно, Европейский Союз глобально ничего не потеряет. Африка, Ближний Восток, да, пострадают. Но Египет, по-моему, в марте-апреле оценивал свои потери от удорожания продовольствия на 7 миллиардов долларов. Просто из-за роста цен. Сильно пострадает украинское сельское хозяйство. Но фермеры, агрохолдинги, у них убытки. У мелких фермеров, и в том числе и у крестьян, которые когда-то получили паи при уничтожении колхозов, там солидные убытки. Им, например, выплаты проводятся исключительно в натуральной форме. То есть с зерном живых денег они не видят. У мелких фермеров, соответственно, тоже выгребается это зерно по минимальным закупочным ценам. А пока оно доезжает до порта, ну, из порта она уже уходит по биржевым ценам. Соответственно, ну, по моим подсчетам, там на пиках могла доходить выгода для перекупщиков. Ну, для, скажем так, верхнего звена всей этой сделки до 350 долларов за тонну. Ну, правда, из них нужно еще вычесть транспортные расходы. Они достаточно большие. Но все равно там действительно были очень большие доходы. Поэтому Киев, по моим предположениям, ну, не особо-то и стремился к экспорту зерна по морю. Просто изменилась логистика, изменилась схема расчетов. Ну, и на потоке упали люди, которые контролировали перекупщиков. Поэтому главные пострадавшие в этом плане как раз украинские производители. Ну, так подождите, такой вопрос. Можно ли говорить, что на Киев кто-то оказал серьезное давление, что вот эти вот переговоры, так скажем, сдвинулись с мертвой точки? И возможно, что 20-21 июля будет подписано это соглашение? На Киев, да, оказывали давление, потому что ситуация с, скажем так, выпадением страны, входящей в топ-5 мировых экспортеров зерна с мирового рынка, это на самом деле аномалия. Поэтому, безусловно, давили. Я не исключаю того, что где-то там еще фоном действительно проходит сделка зерно в обмен на оружие. Но, опять же, мы об этом не знаем. Это можно только выдвигать в качестве гипотезы. Это еще нужно доказать. Ну, поэтому, да, давили. Будет ли заключена эта сделка? Ну, скорее всего, будет заключена, с учетом того, что США пошли на смягчение по санкциям. Ну, в остальном нужно смотреть, наблюдать. Рано или поздно все-таки кто-то раскопает все условия по этой сделке. Ну, тогда мы поймем, что к чему. А пока сделка есть, да, достаточно хорошо. Но, в то же время, нужно исходить из того, что, к сожалению, украинских фермеров ограбят. А на следующий год, к следующему году нового урожая будет меньше. А экспортные аппетиты никуда не денутся. Потому что зерно на Украине – это способ быстрого заработка. Это не возиться с животноводцем. Это минимальные затраты и возможность получить быстрые деньги. Соответственно, даже несмотря на падение по объему собранного урожая, экспорт никто ограничивать не станет. Соответственно, по мере того, как наши войска будут брать под контроль новые и новые территории, время по снабжению жителей освобожденных территорий будет ложиться на Россию. Иван, а вот что должно такое произойти, чтобы сделка не состоялась? Казалось бы, уже вроде бы договоренность есть, да, все страны дали добро. Но, тем не менее, до 20-го числа все это дело отодвинули. Кто и чего может опасаться в этом деле? В этой договоренности. По большей части может все, что угодно произойти. Не знаю. Можно устроить очередную бучу и вновь начать рассказывать о том, как кровавая Россия кого-то убила, как пострадала масса людей, и снова разгонять тезис о том, что Россия это террористическое государство. Вот, можно устроить какую-то очередную провокацию на Черном море. В принципе, мы живем в эпоху неопределенности, может произойти все, что угодно. А, возможно, даже что бы ни произошло, все равно уже на сделку не повлияет, потому что во многом Киев в этом плане не самостоятелен, и многое для него зависит от позиции Лондона и США. Ну, Лондон, например, сам заинтересован в выходе украинского зерна на мировой рынок, в его возврате. Поэтому, скорее всего, сделка заработает. Ну, тут же мы еще понимаем, для того, чтобы осуществить вот эту перевозку, необходимо освободить коридоры, частично прекратить огонь, разминирование вот этих вот территорий. Это ведь тоже нужно на это время? Ну, вполне возможно, что вот как раз Киеву дадут, условно, неделю на решение вопроса с минами. Возможно, будет какая-то там компромиссная схема, что, условно, наши тральщики эти мины будут вылавливать и их уничтожать. А время, на самом деле, покажет. В остальном, ну, вопрос-то техники, тех же сухогрузов. В районе Румынии было пруд пруди, и когда с Украины через Бессарабию по трассе Одессы-Руни вывозилось зерно через Болгарию и на Румынию шло. Потом перекружалось на баржи. Соответственно, все остальное, на самом деле, вопрос техники. Я, насколько знаю, по, например, Одесскому морскому порту, там, Ильичевскому, и порту в Южном ракетных ударов не наносилось. Соответственно, инфраструктура там должна быть целой. Кадры вряд ли успели докеры разбежаться. Скорее всего, не на месте. Соответственно, в телефонном режиме их обзвонят, люди выйдут на работу, и вся эта система полуэкспорта зерна снова заработает. Иван, еще такой момент. А вот есть ли какая-то информация о том, кто и как будет сопровождать суда вот с этим грузом? То есть это будет исключительно украинская сторона, либо будут какие-то международные наблюдатели. Вот кто будет осуществлять вот этот вот контроль, чтобы, так скажем, исключить какие-то неприятные моменты и для России, и для Украины, и для всех остальных заинтересованных стран? Ну, если, скажем так, входящий контроль того, что заходит в Черное море, ну, я думаю, туркам будет его разумнее организовать где-то там в районе Босфора и Дарданелл. Просто их специалисты поднимутся на суда перед проходом через проливы, осмотрят их, а дальше, если судно идет с включенным транспондером, ну, его маршрут понятен. В остальном, в Черном море я не вижу какой-то особой необходимости контролировать эти сухогрузы. В чем смысл? Пиратов нет. Если прилетит противокорабельная ракета, ну, всем станет понятно, откуда она просто прилетела. Соответственно, там все будет зависеть, вот, скажем так, заинтересованность со стороны России. Никогда не было проблем с выполнением взятых на себя обязательств. Со стороны Киева они всегда были. Но это история еще и про то, что, на самом деле, на Киев будут давить и заставлять выполнять условия этой сделки. Потому что украинское зерно, оно на мировом рынке необходимо. В нем действительно есть потребность. Иван, благодарим вас за интервью. Хорошего вам дня. Ну и, собственно, будем следить за тем, как будут развиваться события. Это программа Акцент дня. Меня зовут Алексей Ильин. Всего вам доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин